Архитектура и война Архитектура и война нет большой разницы. Они занимаются примерно одним и тем же. Архитектура изменяет физическую реальность, иногда разрушая что-то, иногда выстраивая что-то. И с помощью изменения физической действительности она изменяет социальную действительность. Иногда успешно, иногда сознательно, иногда получается то, что хотели, иногда получается что-то совсем другое. И то же самое делает война. Она меняет физическую реальность и тем самым меняет социальную среду. Есть очень много примеров этого. Например, многие архитекторы, которые учились в архии и были на военных сборах, многим из них приходилось заниматься всякими взрывными работами. Потому что кто, как ни архитектор, хорошо знает, куда надо положить динамит, чтобы дом быстро и эффективно развалился. Ну вот, несколько примеров. Витрувий, как известно, в самоописании всегда называл свою профессию артиллерийского офицера первой. Это для него было более важно. Микеланджело во время знаменитой осады Флоренции ему пришлось оторваться от своей архитектурной, скульптурной, живописно-поэтической деятельности. И его призвали помогать флорентийцам защищать родной город. И он придумал, как пишет в Азаре, защитить колокольню Сан-Миниата шерстяными матрасами. И теперь история умалчивает, попало ли хоть одно ядро в нее, действительно ли он ее сохранил. Но, тем не менее, он это сделал, и этот факт пошел в историю. Интересно также, что Ле Корбюзье в своем лучезарном городе рассчитывал расстояние между зданиями таким образом, чтобы при попадании бомбы в одной из них обломки не разрушали окружающих зданий. То есть он в этом смысле действовал тоже как военный инженер в каком-то смысле. Интересно, что во время Второй мировой войны архитекторы, работавшие над Дворцом Советов, были мобилизованы и призваны заниматься камуфляжем. Они должны были создавать такую фиктивную Москву. Над разными участками Москвы натягивались сетки, на которых была нарисована Москва сверху, но не там, где она должна была быть. И самое главное, конечно, было сдвинуть Кремль вот таким образом. И они рисовали Кремль на этих сетках. Все это подробно описано в книжке Жанна Лей Коэна «Архитектура в униформе». И там есть много интересных примеров. Но еще один интересный пример вот такого соединения архитектуры и войны – это недавно вышедший документальный фильм, который вышел в Америке на таком общественном канале PBS, который называется «The Ghost Army», что можно перевести как «армия» через черточку «привидение». Это очень интересный фильм. Его даже можно посмотреть, по-моему, на сайте PBS. Во всяком случае, трейлер можно посмотреть. История такая, когда Америка вступила во Вторую мировую войну, и американская армия находилась в Европе, то у них постоянно возникала ситуация, когда им не хватало танков, пушек, людей и так далее, чтобы удерживать вот эту линию фронта. Немецкая разведка действовала очень эффективно, особенно с воздуха. Они сразу видели, на каком участке фронта у американцев не хватает вооружения. И тогда американцы, у которых тоже прекрасно работала разведка, посылали туда свою армию «привидения» с надувными танками, с надувными пушками, с могучими репродукторами, через которые транслировался звук движущейся техники, работы и так далее. Я вам хочу сейчас показать трейлер к этому фильму. И прошу обратить внимание на первого человека, который будет говорить. Я не успел сделать перевод, там все будет по-английски, там все понятно из картинок. Внизу я сделал сопрощенный перевод. Первый человек, который говорит, его зовут Джек Мэйси. Он был одним из участников вот этой армии «Привидения». Но самое интересное, что он потом был главным продюсером американской выставки в Москве 1959 года. И это наводит на интересное размышление. Специалист по созданию потемкинских деревень, чтобы ввести в заблуждение немцев, создает выставку достижений народного хозяйства Америки в Советском Союзе. Возникает вопрос, он создавал потемкинские деревни или это была реальная выставка? А ответ на этот вопрос, мы вернемся к нему позднее. Пока я хочу показать вам трейлер вот этого документального фильма. Продолжение следует... Возвращение за Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 очень интересно значит анализ вот этой скульптуры и афана мухина и поскольку первоначальный чертеж было афана потом был конкурс на котором победила мухина есть очень много статей исследований которые связывают ее с этой знаменитой скульптурой тирана убийц и и вроде бы даже самая фан где-то говорил что имел ввиду эту парную скульптуру но с точки зрения стиля это не очень все убедительно мне гораздо больше убедить покажется вот такое сопоставление все-таки это модернистская скульптура это модернистский павильон и вот это вот то что это вот так похоже на на лисицкого это не случайно и и что интересно модернизм к этому времени уже стал бранным словом в советском союзе конструктивизм функционализм рационализм все это были бранные слова уже описалось от ротски ской от ротски ской сущности конструктивизма и так далее и но для конфронтации с германией модернизм оказался очень очень подходящим именно благодаря тому что германии установка шла на на почву сказать свое на свой собственный стиль на чистоту расы американская критика очень много писала что немецкая критика очень много писала что вот это вот модернистские дома они как бы чуть пришли к нам из чужих земель они чужие это произведение чужие чужой расы интересно что внутри ср точно такими же словами описывался дом пробюзье но было много физических статей где говорилось это чужой дом он пришел к нам издалека из чужих земель на своих куриных ножках но когда речь шла а это для своего потребления модернизм не годился для внешнего потребления оказался крайне крайне уместно и вот если посмотреть на интерьеры советского павильона и немецкого во-первых поразительно что советский павильон украшен супрематическими композициями одного из учеников малевича николая суете на и это в общем вариант архитектонов малевича мало так что малевич уже умер к этому времени но архитектоны уже нигде не могли быть выставлены в советском союзе от герва не могли немецкий павильон и это писал и и самый афан извините сам шпейер и вообще много писалось мест к пессе это традиционный павильон который отрицает вот эти вот заморские веяния и мы видим вот эти все люстры и как раз в этот же год в мюнхене произошла вот эта вот заменитая выставка дегенеративного искусства на которой произведение авангардистов и в частности архитекторов баухауса были выставлены как пример вот этого декоративного дегенеративного искусства для сравнения посмотрим что происходило одновременно внутри страны 3 четвертом году уже был построен дом жалтовского который мгновенно пресса опрестила гвоздем гроб конструктивизма и в каком смысле он таким и являлся и как трансформировалась конструктивистское здание гостиницы москва построенный собранным савельевым 333 году она превращалась нечто что мы все хорошо знаем очень важно иметь ввиду что одновременно с проектированием советской выставки тридцать седьмого года в париже полным ходом шло проектирование союзной сельскохозяйственной выставки я не я не знаю вы были ли там переклички между командами которые работали над тем и другим это трудно сказать поскольку команда который занимался выставкой всесоюзной сельскохозяйственной выставкой да там пускать была кассия чисток арестов и и террора при котором очень многое сменялось это вот конкурсный проект алтаржевского и в общем этот генеральный план во многом сохранен и она в общем в какой-то степени по этому плану и и быстро но для того чтобы понять вообще что такое сельскохозяйственная выставка тридцать седьмого она должна была открыться 1 августа тридцать седьмого года потом срок был принесен до 1 августа тридцать восьмого года потом в конце концов она открылась тридцать девятом году надо понимать что происходило в стране в этот момент в этот момент в стране происходил беспрецедентный голод который был во многом результатом коллективизации количество жертв есть разные историки которые называют разные цифры вот интересно что чикагская газета называет цифру 6 миллионов это совпадает с оценками не некоторых российских историков одни говорят 6 миллионов 8 12 миллионов это не так важно но факт тот что огромная часть советского союза была просто на грани вымирания и огромное количество людей умирал благодаря голоду который был вызван этой насильственной коллективизации и выставка решение которое было принято в тридцать пятом году на втором съезде колхозников ударников уже уже существовали колхозники ударники из и сама идея ударников еще не было стахановского движения которое началось чуть чуть позднее поэтому если бы еще через год и они называли колхозниками стахановцы и значит это в каком-то смысле ну это тоже можно знать потемкинской деревне только это потемкинские деревни непонятно от имени кого для кого это как бы вот для самих себя мы создадим вот такую из изобилия пищевое из изобилия на одной отдельно взятой огражденной территории и будем надеяться что это как-то вот транслируется на всю территорию страны это логика вот этого мышления напоминает вот те пять рыб и там девять хлебов которыми христос накормил пять тысяч человек давайте вот здесь вот создадим такой изобилия ну как каким-то образом распространиться на всю страну что происходило с руководством выставки видно хотя бы из этих трех из истории этих трех персонажей один нарком земледелия был арестован и расстрелян тут же был назначен другой эйхи который почти немедленно был арестован и расстрелян и главный архитектор выставки вячеслав алтажевский был арестован но он не пропал он был создан воркуту где стал главным архитектором воркуты и в общем работал профессии в сорок третьем году был освобожден но интересно как вот этот процесс это тоже в каком смысле архитектура и война только эта война не между двумя государствами это война между группами людей это одна группа людей уничтожает другую группу людей и модернизм оказывается враждебный и вот как вход алтажевского в общем модернистский превращается сначала в такой мягкий традиционный вход полякова а потом в конце концов уже превращается в нечто совсем пышное и монументальный и и и и и вот этот фильм сорокового года светлый путь где финал его происходит как раз на выставке на союзность хозяйственной выставки но он он как раз показывает то что эта выставка изначально не имела никакого отношения к реальности мы можем вспомнить что сначала героиня летит по воздуху в автомобиле зил 101 а потом на этом автомобиле она пролетает через вход который сделал леонид поляков потом она приземляется потом она произносит вот эти вот стихотворную речь стоян наверху ткацкого станка поскольку это фильм от ткачихи из которого вытекает такая непрерывная лента ткани никогда не кончающиеся это вот символ такой советской вечности и советского изобилия вот она идет и сама ткет и никогда не кончается и конечно интересно что фоном на выставке сельскохозяйственной служит дворец советов который магическим образом оказался перенесенным туда так чтобы вся эта выставка это в общем какая-то такая я не знаю каким словом назвать мистерия и я не хочу подробно рассказывать про выставку 39 года потому что анна пронавицкая очень подробно и очень интересно всем они рассказала я только хочу сказать опять-таки обратить внимание на то как модернизм который уничтожается по существу внутри советского союза все еще служит как такое оружие с помощью которого можно противопоставить себя кому-то другому вот проекта лобяна в котором как бы есть все что надо для москвы вот москве вполне такое могло бы быть построены или по крайней мере принято к постройке отвергнут проект братьев весниных совершенно как бы я бы сказал измордованных вот этой политикой кнута и пряника который к ним применялась с одной стороны конструктивизм объявлен враждебной идеологией а они именно отцы конструктивизма другой стороны виктор веснин президент академии архитектуры председатель союза архитекторов депутат верховного совета то есть вот с одной стороны вот такой какой-то непонятно неоправданное количество наград с другой стороны полное уничтожение всего чего бы они хотели делать и это вот это вот какое-то вот сумасшествие в которое они попали видно в этом совершенно безумном проекте братьев весниных но и он отвергается а принимается в общем-то модернизмский проект эофан и по моему есть один любопытный американский кусочек документального фильма про про эту выставку и там по моему он следующий там обратите внимание на надписи которые время от времени возникают они явно сделаны американским журналистам а вот еще интересно что писал иофан о том что то что собственно он хотел выразить своим павильоном с одной стороны из павильон который должен говорить о нашей мощи то есть это знаете как вот перед дракой два силача они как-то вот сам принимают такие горделивые позы это надо устрашить спасибо павильон должен показать нашу мощь с другой стороны он должен показать народную государственность и открытость это как бы такие в общем в каком смысле взаимоисключающие требования но вот он пытается как-то их соединить и вот теперь кусочек этого документального фильма он и 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот, кстати, тот факт, что впечатление зрителей, что, наверное, в России все улыбаются, потому что на всех этих фресках все улыбаются. Вот эта тема, к которой мы вернемся, когда будем говорить про Брюссель 1958 года. И вот как раз Брюссель 1958 года. Во-первых, кончилась война, и есть такая мечта, разделяемая всеми, что все плохое кончилось, давайте больше не вспоминать о плохом. Будущее прекрасно, мирный атом, стоит этот гигантский атомиум. И технология обеспечит нам прекрасное светлое будущее. И вот Сибила Махой-Надь, вдова знаменитого модерниста Ласлова Махой-Надя, посмотрев эту выставку, осталась крайне недовольна. И пишет, что это все-таки, с одной стороны, модернистские штампы, с другой стороны, журналистские штампы. Но интересно, что, несмотря на вот такое вот, какое-то прекраснодушие всех участников, вот давайте теперь вот все страны будут жить в мире, война кончилась, все хорошо, замечательно. Тем не менее, там идет серьезная конфронтация, в данном случае конфронтация между советским и американским павильоном. И вообще интересно, что сама идея мирный атом, ведь только что кончилась война, в которой теоретическая физика играла существенную роль. Шла война, кто первый построит атомную бомбу, выкрадывались секреты. После войны Америка и Советский Союз пытались, шла соревнование, кто больше выкрадет немецких физиков-теоретиков. Победил Советский Союз, как известно, он выкрал огромное количество физиков-теоретиков, для которых построили специальный поселок, где было все очень хорошо, за исключением того, что он был окружен колючей проволокой. И никакого мирного атома никогда не существовало, поскольку атом с самого начала, и атом, и космос, это все были военные, это эти деятельности, которыми руководили военные, это были все военные такие, военные деятельности. Поэтому понятно, что вот эта вот война, которая к этому моменту уже стала холодной, она каким-то образом в этих павильонах должна отразиться. Значит, ну, во-первых, это 58-й год. В 56-м году была подавлена довольно жестоко венгерская антисоветская революция, когда там были скинуты все статуи Сталина, и вообще была настоящая революция, которая была жестоко подавлена советскими танками. Информация об этом была во всех газетах всего мира, поэтому это надо было как-то вот с этим иметь дело. Это был какой-то вот, в известном смысле, один-ноль в пользу Америки, потому что Америка никаких революций, по крайней мере, в тот момент не подавляла. Но понятное дело, что ничего подобных, никаких следов вот этой проблемы или попытки как-то сгладить вот этот вот плохой пиар не было. Это, наоборот, было такое счастливое, братская семья, братских народов, никаких национальных конфликтов в Советском Союзе не могло быть, и экспозиция вполне этому соответствовала. Единственное упоминание о войне, это была панорама, которая называлась «Возрожденный Сталинград», которую сделал Александр Лабас, в которой там были какие-то мотивы разрушений, но она была так сделана, там было такое зеркальное стекло, вот с одной точки посмотришь разрушение, а с другой точки посмотришь уже «Возрожденный Сталинград», и такое чудо происходило на глазах у зрителя, поэтому эти разрушения вроде как были не страшными. И понятное дело, что как бы мировое общественное мнение в этот момент было в сильной степени травмировано подавлением венгерской революции. Поскольку фотографии, телевизионные репортажи уже были, все это было всем известно. Но у Америки была своя проблема, ничуть не менее серьезная, это проблема десегрегации, или неполноценной десегрегации. Вот это одно из главных решений Американского Верховного Суда, было принято в 1954 году, оно называлось «Brown vs. the Board of Education». Это вот одно из двух таких знаменитых решений Верховного Суда, а в Америке решения Верховного Суда по значимости приравнены к Конституции, они равнозначны Конституции. Если есть решение Верховного Суда, то ни один штат не может ничего сделать другого. Есть второе, столь же важное, так называемое Roe v. Wade, 73-го года решения Верховного Суда, о том, что никакой штат не может запретить аборты. Что это частное решение женщины, и только сама женщина может решать судьбу своего будущего ребенка. Понятно, что в Америке сейчас есть круги, которые мечтали бы, кстати, и то, и другое решение отменить, но про первое, про «Brown vs. the Board of Education» никто вслух, конечно, говорить не может, но по поводу Roe v. Wade очень многие говорят, что давно пора его отменить, в том смысле, что надо решение передать штатам, пускай каждый штат решает сам. Но всегда, я не знаю, почему так получается, правительство штата всегда значительно консервативнее федерального правительства. Поэтому это некая хитрость, пускай штаты решают, понятно, как они будут решать, во всяком случае, многие штаты. Что произошло в городе Little Rock в штате Arkansas, или Arkansas, как его произносит в Америке, группа черных студентов, воспользовавшись тем, что сегрегация уже запрещена законом, попытались пройти в школу. Губернатор штата, который был, как бы сказать, против десегрегации, вызвал национальную гвардию и не допустил этих детей в школу. Тогда пришлось президенту Эйзенхауэра вызвать 101-ю воздушно-десантную дивизию, и только под защитой вот этих вот американских федеральных военных эти дети смогли войти в школу. Но на этом драма не закончилась, потому что было огромное количество сенаторов южных штатов, которые говорили, что это вообще насилие федерального правительства над нашими национальными традициями. Это была такая, я бы сказал, кровоточащая рана, которая получила огромную огласку во всем мире, во всех газетах, и это было, как сказать, явно 1-0 в пользу советской пропаганды, потому что, что тут можно сказать, и советская пропаганда этим воспользовалась на всю катушку. Вот одно из выступлений одного из дипломатов, джентльмены с белым лицом, но с черной душой совершают свои темные дела в Арканзасе, Алабаме и других южных штатов, а затем эти бандиты надевают белые перчатки и вылезают на трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, рассуждают о свободе и демократии. И ясно, что это когда они вылезают и говорят о том, что нельзя подавлять революцию в Венгрии, потому что это нарушение свободы и демократии. Американцы решили поступить умнее всех. Они сказали, давайте мы не будем, так сказать, прятать, как это называется, наоборот, будем выметать ссоры из избы, грубо говоря, будем честно говорить о своих проблемах, о своих недостатках. И обычно никто этого не делает, все стараются как бы показаться лучше, чем они есть, а мы давайте будем вести себя честно, и мы сделаем выставку, которая будет посвящена нашим проблемам. И был построен отдельный павильон, который назывался Unfinished Business, незаконченное дело, где было несколько разных экспозиций, а одна из них была буквально посвящена проблеме сегрегации и десегрегации, где довольно честно рассказывалось о том, какие проблемы существуют, и как они будут решаться, и как они пытаются их решить и так далее. Очень интересная реакция. Практически все европейские посетители говорили, какие молодцы, вот наконец-то все там надувают щеки и говорят, какие мы хорошие, а американцы честно говорят о том, какие у них есть реальные проблемы. Значит, я никаких не смог найти изображений этого, потому что выставка была уничтожена. И вот одна только фотография где-то сохранилась. Ну, я не могу сказать, что я очень тщательно искал, возможно, в каких-то архивах что-то и есть, но вот на первый взгляд вроде ничего нет. Это такая, наоборот, счастливая фотография, где дети разных рас вот так вот весело играют в каком-то таком хороводе. Что произошло? Выставка была открыта, но пресса, американская пресса, о ней уже много писала, какие-то фотографии стали появляться, и группа сенаторов из Южных Штатов, стала писать письма Эйзенхауэру в газеты и так далее, и поднимать вообще страшную волну. Что такое? Зачем мы специально даем материал для советской пропаганды? Что им... Они сами... Зачем мы будем облегчать им жизнь и давать просто вот им в руки такой лакомый кусочек? Эйзенхауэр вел себя очень осторожно. Непонятно, как он на самом деле к этому относился, но он старался держать какой-то нейтралитет. Он время от времени посылал каких-то людей, говорит, вот поезжайте туда, разберитесь. Очередной посланец возвращался, говорит, да, там есть вот сомнительные высказывания, которые надо переделать. Непрерывно выставка переделывалась, какие-то тексты заменялись на другие тексты, фотографии на другие фотографии. Тем временем такой ограниченный доступ в этот павильон был, но только в сопровождении экскурсовода. И экскурсоводы проводили такие вот ограниченные экскурсии, показывали и рассказывали. И все это время происходили переделки. То его закрывали, снимали одну картинку, меняли один текст, другой текст. Кончилось с тем, что, как бы сказать, условно говоря, правые победили. И вот эту часть экспозиции, которая имела дело с сегрегацией и десегрегацией, ее просто демонтировали и уничтожили. И когда ее уничтожили, молодые экскурсоводы, которые работали на этой выставке, американские, написали коллективное письмо Эйзенхауэру, которые сказали, дорогой господин президент, мы много водили экскурсий, сравнительно много. И реакция всегда была очень положительная. Все говорили, какие молодцы, что люди не строят Потемкинские деревни, а честно говорят о своих проблемах. Но Эйзенхауэр даже не ответил, насколько я знаю, на это письмо, что вообще нетипично для американского президента. И вообще как-то... То есть в конечном счете вот эта вот история вот этой части экспозиции, которая называлась «Unfinished Business», и конкретно вот этой части, которая шла сегрегацией, это такая, я бы сказал, победа пропаганды советского стиля. То есть американцы в конце концов съехали вот с этого своего, как сказать, моральной высоты, на которой они пытались остаться, именно благодаря тем, что американцы же не хотели, другие американцы этого не хотели. Это вот такая печальная история. Ну, понятно, что в советском павильоне ничего такого не было, и никаких проблем в Советском Союзе, как мы знаем, не было и быть не могло. Теперь я хочу сказать несколько слов об американской выставке в Москве 59-го года. Я тогда вот задал вам риторический вопрос, можно ли считать ее потемкинской деревней. Именно так ее восприняли многие советские зрители, и именно так ее воспринял Никита Сергеевич Хрущев. И именно этим объясняется его совершенно истерическая и нерациональная реакция во время его полемики с Никсоном. Он решил, что все это какое-то вранье. Во-первых, ему было совершенно непонятно, почему вдруг стали показывать какие-то потребительские товары, а где домные, где какие-то большие самолеты. Для него успех промышленный – это тяжелая индустрия. То, что американцы как-то не показывали ни стрелетейных заводов, ни многокилометровых прокатных станов, а вместо этого показывали кухню, телевизоры и так далее, вывело его совершенно из себя. И он вел себя абсолютно неадекватно в этом диспетсе. Он кричал, но это он не там, кажется, кричал, мы вас похороним. А может, я забыл. Но он в какой-то момент обещал похоронить американцев. И, значит, надо сказать, что в каком-то смысле Хрущев был прав. В том смысле, что вся эта программа этой выставки была тщательно запланирована и тщательно спроектирована. Значит, вот любопытный факт, что такой известный социолог Дэвид Рисман, автор знаменитой книжки «Одинокая толпа» или «Толпа одиноких» The Lonely Crowd, это такая классика социологии, он написал в 1951 году такой пародийный текст. Это была явная пародия. Я его прочту. Сегодня, 1 августа 1951 года, вот уже третий месяц, как США начали нейлоновую войну, бомбардировку СССР товарами широкого потребления. Пора подвести некоторые итоги. Первоначальному рейду, проведенному 1 июня, предшествовали рейды сложной и тайной подготовительной работы. Идея была проста. Если дать русским образцы американского изобилия, они откажутся подчиняться власти, которая дала им танки и шпионов, вместо пылесосов и салонов красоты. Любопытны два факта. Первое, что огромное количество читателей восприняли все это всерьез и стали звонить, писать и говорят правды, как продолжается война, кто побеждает. Это произошло примерно то же самое, что с радиопередачей Орсона Уэллса «Война миров», когда он сказал, что марсиане высадились на земле. Это была радиопостановка. И началась в Америке паника. Люди стали прятаться в подвалы, потому что они решили, что это всерьез. Так хорошо была сделана эта радиопередача, что все звучало всерьез. Точно так же очень многие отнеслись к этому тексту Дэвида Рисмана. Но второй интересный факт, что почти дословно его слова стало повторять официальное американское руководство. Во-первых, Эйзенхауэль создал информационное агентство USID, United States Information Agency, которое, как сейчас уже известно, финансировалось ЦРУ. Но это не афишировалось, это было такой вот, это как бы рука ЦРУ, но это тщательно скрывалось. И задача его была убеждать людей за границей, что действия, направленные на поддержание национальных интересов в США, совпадают с их собственными интересами. Такая нехитрая мысль. И уже вот этот самый посол США в СССР почти дословно повторил пародийный текст Рисмана. Американская выставка должна вызвать у советских людей неудовлетворенность тем куском пирога, который им сегодня достается. И поэтому, я не знаю, значит ли это, что так хорошо работала советская разведка, что все эти тайные планы были им известны, или это просто интуиция Хрущева, но он взбесился почти осмысленно, потому что это действительно была в каком-то смысле военная акция. И в одном из секретных докладов этого агентства говорилось, что выставка должна ориентироваться не только на массы, но и на элиту наиболее влиятельных граждан СССР. То есть холодильники и пылесосы были адресованы народным массам, а книжная выставка, там была огромная книжная выставка, и полотна американских художников-апсорбционистов должны были быть обращены к творческой интеллигенции. Значит, это очень интересно. Во-первых, вот это вот Ghost Army, про которую мы смотрели в самом начале, там Джек Мэйси был, который был потом продюсером американской выставки, там же еще был знаменитый художник-абстракционист Элсфорд Келли, один из очень известных американских абстракционистов. И вообще была идея, ЦРУ через вот это агентство USA финансировало публикации, выставки, и было в какой-то момент принято решение, что именно абстракционизм, именно вот этот американский абстрактный экспрессионизм, это вот то направление, которое должно как бы расшатать вот это вот советское, такое вот зацикленное мышление, потому что оно покажет им спонтанность, идею индивидуализма, спонтанности, и оно вот каким-то образом в конечном счете мы победим. Значит, с одной стороны, американская публика, вот, скажем, процентов на 80, совершенно не интересовалась абстрактным экспрессионизмом, его мало выставляли, его никто не покупал, и вообще средний, и американец вообще не знал о том, что существует абстрактный экспрессионизм. Он был использован как вот такое вот идеологическое оружие, примерно так же, как модернизм был использован Советским Союзом, не для внутреннего употребления, а как именно оружие. И я был на этой выставке, был маленьким мальчиком, но я ее хорошо помню. Вот эти вот холсты Джексона Поллока ни на меня, ни на других посетителей не произвели ровным счетом никакого впечатления. Что-то намазано, как-то интереса большого у нас не вызвало. Но книжная выставка вызвала большой интерес, очень захотелось как-то потрогать, украсть парочку книжек. И я должен сказать, что мой отец именно так и поступил. Он увидел какую-то книжку, которая была ему очень нужна для работы, и украл ее гиды американские. Они делали такие ободряющие знаки, потому что идея была именно в этом. Пускай советские люди читают, но, естественно, при выходе его остановили. Но это, в общем, сравнительно кончилось хорошо. Написали письмо в Институт мировой литературы, где он работал, но на это не обратили внимания. Теперь я хочу показать кусочек моего интервью с Джеком Мэйси, который был главным продюсером американской выставки 1959 года. Интервью было сделано в 2009 году. Ему тогда было 86 лет. Сейчас ему, соответственно, плюс 4, сейчас ему, наверное, уже около 90. Он в прекрасной форме, он по-прежнему занимается дизайном, у него своя студия. Я не успел сделать полный перевод этого интервью, там внизу сокращенный перевод. Также, если вы можете рассказать историю о книгах, потому что мой папа, как я сказал, был арестен для того, чтобы купить книги. Ну, я очень рада слышать, что это было вашего папа. Он был нашим зрителем. Ну, да, в книгах, мы знали, в книгах, в книгах, в книгах, в книгах, в книгах, в книгах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мы не дали, что мы не дали, что они не дали. Они умерли. Мы очень upset об этом. Вы сделали agreement. Мы не дали. Мы не дали. Мы не дали, что мы не дали. Мы дали, что они вернули. На плане они подалили еще несколько тысяч. Они flew от Москвы. Мы пакли, что они не дали. Они не дали. Тогда, что они сказали, что здесь есть новая рула. Вы только можете показать книги под глазом. Или, если вы их нанесли к стене. Так что очень популярные книги, основные ковры, все вкладывали к стене. Вы можете открыть книги. В около трех дней все, что осталось, были основные ковры. Все книги умерли. Так что это было здорово. Теперь, значит, еще интересный факт, что одновременно, во-первых, с проектированием выставки в Брюсселе, 58-й год, одновременно в Москве строится американская выставка, которая, кстати, была построена за какой-то рекордный срок и за какие-то баснословно маленькие деньги. И когда я, по-моему, с момента подписания договора до открытия выставки, по-моему, прошло десять месяцев. И я, когда спрашивал Джека Мэйси, я говорю, как это вообще возможно за десять месяцев спланировать, спроектировать, построить, привести, собрать. он говорит, и это стоило, по-моему, я забыл, назвал какую-то цифру, там, 3 миллиона долларов, тоже нереальная какая-то цифра. Я говорю, как это возможно? Он говорит, я сам теперь не понимаю, как это возможно, потому что это было чудо. И это чудо объясняется очень просто. Все фирмы, которые в этом участвовали, они готовы были работать бесплатно и готовы были присылать нам все, что нужно. Они делали, вот нам стоило попросить, там, Kaiser Steel, допустим, что-то, они тут же все это делали, потому что для них это было превращение врага в потребителя. Это был настолько привлекательный, привлекательный вот поворот, что это действительно некое чудо менеджмента, как можно было за 10 месяцев, причем там участвовали бакминстр Фуллер, который сделал свой знаменитый купол, там участвовал Чарльз Иммс и его жена, которые сделали, во-первых, какие-то часть павильонов, потом они сделали вот эту вот на семи экранах знаменитую многоэкранную слайд-шоу, которого тогда еще никто не видел. А там участвовал Джордж Нельсон, один из самых знаменитых дизайнеров Америки. То есть там участвовали люди высочайшего класса, и все они были готовы работать почти бесплатно и работать круглые сутки. Так что это было такое некое чудо. Но интересно, что вот почти одновременно с открытием американской выставки происходила быстрая трансформация ВСХВ, ВДНХ. И одно из объяснений возможных, что во-первых, во время знаменитого диспута Крущева и Никсона по поводу кухни, когда Никсон начал с того, что он сказал, ну у вас есть, конечно, какие-то достижения, которыми вы гордитесь, например, в области освоения космоса. К этому времени уже спутник был запущен, Гагарин уже летал, к этому времени нет еще? Но во всяком случае были большие достижения в области космоса. У нас тоже есть большие достижения, сказал Никсон, например, в области цветного телевидения. У нас тоже есть, сказал Хрущев, и тут же павильон радиоэлектроника, я не знаю точную хронологию, но, в общем, очень быстро облицевали штампованными алюминиевыми панелями, как мы видим на вот этом слайде, и установили там какое-то экспериментальное цветное телевидение, которое выдавали за, которое уже давно у нас существует. И таким образом вот эта выставка достижений народного хозяйства, она во многом была спровоцирована на американской выставкой. Именно как желание, во-первых, надо было показывать что-то Никсону, поэтому быстро туда что-то навезли, чего народ не видел. Я потом помню, ну, скажем, лет в 12, я приезжал на выставку с друзьями и заходил в павильон радиоэлектроника и видел какие-то потрясающие радиоприемники, радиола и какие-то звуковые системы, которых я никогда в жизни не видел. И там впервые я услышал вот такой стереофонический звук, потому что, ну, привычный звук был сначала звук патефона, а потом звук, скажем, маленького приемника, но потом появился проигрыватель, там, юбилейный какой-то, с очень плохим звуком, в котором совершенно не было низких частот. И вдруг я вошел в этот павильон и услышал вот такой вот объемный звук, в котором было много низких частот. Это настолько было непривычным, это был примерно такой же шок, как я испытал, когда пил Pepsi-Cola на американской выставке. Какое-то похожее ощущение, вот такой вот низкий звук. Я, как сейчас помню, пела Эдита Пьеха, но это была очень хорошая студийная запись, и это была вот такая настоящая стереофония. И таким образом вот эта выставка... Причем интересно, что вот, скажем, вычислительная техника в верхнем левом углу, она тоже облицована такими штампованными алюминиевыми панелями, но это был павильон Азербайджана, который или не успели, или поленились, но он весь остался сзади. И весь этот азербайджанский декор вполне там прочитывается. И я долго думал, что, может быть, какое-то есть объяснение, может быть, это намек на то, что вычислительная техника, что вот арабы, они были первыми математиками, может, какой-то такой сложный ход за этим стоит. Но, может быть, просто недостаток времени. И последнее заключение. Я просто хотел бы показать вам историю одного павильона на ВСХВ, ВДНХ, ВВЦ. Это павильон механизации. Вот каждый павильон на этой выставке, это, конечно, очень драматическая история, но вот павильон механизации, мне кажется, особенный. Значит, первый павильон, первый проект павильона был сделан Алтаржевским, который был после этого арестован и отстранен, соответственно, от работы. Потом был павильон Таранова, Андреева и Быковой, который, по мнению некоторых, является точной копией Шуховского дебаркада Киевского вокзала. Я сам не мерил, не проверял, не знаю, так ли это или нет. После войны к этому легкому открытому модернистскому павильону приделали такой фантастический театральный фасад. Я, кстати, не нашел, кто это делал. Возможно, сами Таранов и Андреев, я не знаю, кто это делал. И скульптура Сталина сменилась ракетой. Кстати, скульптура Сталина сама по себе, ее история сама по себе очень интересна, потому что многие, наверное, читали эту историю, но те, кто не знает, я повторю, когда ее смонтировали, она была сделана из железобетона, то на самом верху у основания головы осталось незаделанное отверстие, она была пустотелой внутри. И представители НКВД, а они, собственно, руководители строительства выставки, попросили главного инженера выставки, Алексеева, чтобы он спустился туда на веревке, они его спустят туда на веревке, и внимательно обследовал ее, не положил ли кто-нибудь туда бомбу. И Алексеев сказал, что это такая разумная предосторожность, его обвязали веревками. И тогда он вспомнил, что у них в офисе есть маленькая модель этой статуи, с которой они не знают, что делать, уничтожить ее они не могут решиться, а ставить ее тоже вроде некуда. И он сказал, а что, если мы поставим ее внутрь? И представители НКВД подумали, сказали, что это очень хорошая идея, его обвязали, он спустился, поставил модель этой статуи вниз этой статуи, после этого ее зацементировали, об этом никто не знал, и так она простояла, по-моему, до, наверное, 1954 года, когда ее разрушили. И вот очень интересно бы поговорить с кем-то, кто разрушал. Не нашлось ли сидя обломков вот этой маленькой статуи? Ну вот, кого спросить, я не знаю. Ну, теперь мы знаем, что потом этот павильон стал садовод и огород. И после того, как он из механизации стал космосом, а потом из космоса он стал садоводом и огородом. И портрет Гагарина, который висел в торце этого павильона, как-то казалось неудобным. И тогда его тщательно завесили тряпкой. И я так для себя понял, это сделано для того, чтобы взгляд Гагарина не натыкался на грабли. И вот в таком виде он постоял до сих пор, но сейчас вроде бы кто-то мне сказал, что эти тряпки сняты. Так что это начинается новая эра. в жизни этого павильона. И нас ждет много новых трансформаций, много новых удивительных открытий. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ